В Одессе возобновили работу котельной после аварии из-за непогоды. В Одессе восстановили работу котельной на улице Паустовского, на которой из-за непогоды и мощного ветра в ночь на 27 ноября произошло обрушение стометровой трубы, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на руководителя Одесской областной военной администрации Олега Кипера, по словам чиновника, в настоящее время в тестовом режиме дают тепло для 120 тысяч жителей Одессы. Отопление должно появиться в домах до завтрашнего утра, возобновлена работа поврежденной в результате непогоды котельной. Сейчас в тестовом режиме предоставляется тепло для 120 тысяч абонентов в Одессе. До утра в домах людей должно быть тепло, рассказал глава ОВА, также представитель администрации выразил благодарность работникам коммунального предприятия ТМУ, специалистам, Одессагас, городским властям, а также сотрудникам государственной службы по чрезвычайным ситуациям и всем работникам аварийных служб за проделанную ремонтную работу, что предшествовало. Власти Одессы сообщали этим утром, что все районные большие котельные, которые вчера были отключены из-за перепадов напряжения электроэнергии, продолжили работать и подают тепло в дома. Кроме котельной на улице Паустовского, где вчера из-за непогоды упала труба высотой более 100 метров, отметим также, что в Одессе из-за непогоды по состоянию на утро 27 ноября было зафиксировано 78 обрывов контактной сети городского электротранспорта. Власти региона заявляли, что в райотделы полиции поступило 71 сообщение о ДТП, из которых 9 сообщений с информацией о пострадавших, в Одессе и области весь день велись работы по ликвидации последствий. В регионе из-за непогоды были и жертвы. Так, по состоянию на этот вечер известно о пяти погибших. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, также из-за стихии в стране пострадали почти 20 человек. Непогода в Украине. Напомним, 26 ноября Одессу и область накрыла непогода, которая привела к ограниченному или полному перекрытию движения рядом трасс. Только через несколько часов утром произошло почти 50 ДТП. Все подробности, в материале РБК Украина по этой ссылке, срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.